Как делают игры? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся сначала с тем, что такое игра. И сделаем мы это, отвечая на несколько простых вопросов. Первый вопрос – кто? Кто будет играть в нашу игру? Дети или взрослые? Мальчики или девочки? От ответов на эти вопросы зависит, какая должна получиться игра. Определившись с игроками, мы еще раз отвечаем на вопрос «Кто?». Ответ на этот вопрос поможет понять, каким должно быть главное действующее лицо в игре или представитель игрока в этой игре. Часто говорят «аватар». Какой или какие будут в этой игре персонажи? Какой у них характер, внешний вид, поведение? А может быть их заменят забавные фишки или карточки? Кто и что, помимо главного персонажа, должны быть представлены в игре? Это так называемые неигровые персонажи, NPC, которые оживляют всю игру и делают ее более увлекательной для игрока. Следующий вопрос – где? Где можно будет играть в нашу игру? В комнате? На столе или на полу? А может быть лучше во дворе? Там больше места, можно придумать больше развлечений. Или мы создадим игру в одном из самых популярных жанров лайф-рпг, по-русски ролевую игру живого действия, например, на основе исторической реконструкции, и каждый игрок попробует перевоплотиться в одного из героев некоторой истории. Играть мы будем на большой локации, ну, например, где-нибудь в замке. Окей, не хотим живых игр, есть компьютерные или видеоигры, мобильные игры, всевозможные приставки, дополненные виртуальной реальности. И это целый отдельный мир игр, которые для обобщения назовем цифровыми или электронными. Кстати, многие цифровые игры выросли из живых, настольных, например. В шахматы можно играть на доске с живым партнером, а можно с компьютером. И таких примеров множество. Разработкой такой игр сегодня занимается новая современная индустрия под названием геймдев. И далее мы немного коснемся именно этой индустрии. Отвечая на вопрос, где, разработчик электронной игры определяет локации, на которых будут жить виртуальные персонажи, те самые представители живого игрока и его окружения в мире неживом, виртуальном, цифровом, выдуманном. Будет это нечто очень похожее на наш реальный мир, реалистичное или совершенно фантастическое, или автор игры хочет отправить игрока в глубокий космос, а может быть исследовать историческое прошлое или далекое будущее. Все это называют сеттингом. Обычно в играх много различных уровней, которые придумывают левел-дизайнеры. Итак, игры бывают разные. Если обобщить, то можно сказать, что вся наша жизнь – большая игра. А человек создает маленькие игры, каждый из которых представляет собой своеобразную модель некоторой части жизни игры. Поэтому успешные геймдизайнеры много читают, путешествуют, занимаются самыми разными делами, тщательно изучая таким образом жизнь-игру. Идеи вдохновения разработчики черпают из книг, фильмов, мультфильмов, наблюдений за самыми разными видами творчества и деятельности человека. Третий вопрос. Как? Как игроки будут играть в игру? По каким правилам? Что в ней должно происходить? Первое, о чем стоит подумать создателю игры – это ее цель. Чего в итоге должны достичь игроки? И что им необходимо сделать для достижения поставленных целей? Скорее всего, им придется исследовать игровой мир, решать различные загадки, проходить квесты. Во многих играх персонажи сражаются, преодолевают различные препятствия, собирают сокровища и прочие артефакты. И все эти элементарные действия называют игровыми механиками. Теперь мы знаем, что такое игра. С чего же начать ее разработку? Все начинается с идеи. А еще с названия. Порой достаточно пары-тройки слов, чтобы выразить точно суть игры и привлечь внимания игроков. Краткость оставляет некоторую загадку. А ведь именно разгадывать загадки – главное, что нас привлекает в играх. Если сразу не удается придумать удачное название для игры, это можно сделать и позже, проанализировав существующие аналоги. Все, о чем мы сейчас говорим, а также процесс придумывания и проектирования игры, являются предметом геймдизайна. Это целое направление в геймдев, без которого невозможно создать по-настоящему хорошую игру. Геймдизайн – это проектирование. И, как любое проектирование, это процесс очень ответственный, серьезный и творческий одновременно. Большинство игр создаются целыми командами, и поэтому так важно детально описать игровой процесс и особенности игры, чтобы все члены команды одинаково понимали, какую игру они делают. И чтобы не получилось, как в басне одлебить рак до щука, в процессе разработки происходит постоянное согласование задач каждого разработчика. При этом создают и используют так называемый геймдизайн документ, который тоже постоянно уточняется и детализируется. Получается эдакая большая книга об игре. А команды? Команды разработчиков игр бывают самые разные, в зависимости от сложности и объемности этих самых игр. Хорошую игру можно создать даже в одиночку или в паре программист плюс художник. Конечно, придется очень потрудиться, совмещая в себе сразу несколько ролей и работая над проектом почти круглые сутки. Хотя, есть игры, которые легко можно сделать и за пару часов. Их называют гиперказуальными. Но чем быстрее делается игра, тем быстрее она перестает быть интересной для игроков. Оптимальной, кажется, инди-команда из пяти человек. Средние команды, которым чаще и быстрее удается довести проект до релиза и публикации, состоят из 15 и 30 человек. А когда игра становится популярной, команда может вырасти в разы, человек до 50 и более. С разными играми дела обстоят по-разному, но с самыми популярными мобильными играми, по нашим наблюдениям, происходит именно так. Чтобы в игру играли долго и она оставалась интересной, для нее постоянно выпускаются апдейты с новыми уровнями и сюжетными линиями. В итоге команда может вырасти до суперкоманды из нескольких сотен человек самых разных профессий и специализаций. Часто это международные команды, а разработчики живут в разных городах и странах. Фактически это несколько команд, и процесс управления разработкой становится более сложным. Значительную часть времени занимает четкое планирование. Для проекта создается календарный план. У каждого разработчика списки задач, которые упорядочены таким образом, чтобы результаты можно было вовремя и качественно интегрировать в один общий проект. И самым важным в разработке игры является умение всех членов команды взаимодействовать друг с другом, понимать друг друга, уважать и оценить усилия каждого, делая вместе одно общее дело. Это главная гарантия успешности проекта. Итак, на старте разработки игры стоит ответить всего лишь на три главных вопроса. Кто, где и как. О том, какие именно задачи решают геймдизайнеры, художники, программисты, тестировщики, аналитики, маркетологи и другие специалисты в ГМДФ команде, мы постараемся рассказать в следующих выпусках. До новых встреч и благодарим за внимание!